ребят 17 год автомобиль семнадцатого года машина полноприводная по машине ничего не красилась ни единый элемент по автомобилю все стекла родные бывает такое что нехватка времени но не показать его мне не мог потому что свежий автомобиль ну как на всех автомобилях обращайте внимание на болты на все болты на крыльях на капоте на капот он должен быть оригинальный вот toyota видите все это на своих местах никто здесь ничего не трогал машина целая абсолютно вся народ всем привет несмотря на то что уже после нового года наверно пройдет месяца 3 но я вас хочу поздравить поздравить никогда не поздно вот с наступающими новогодними праздниками уже 2020 года ребят снимаем ролик это легко подсчитать задержка какая у нас по видео 2 января то есть сегодня 2 января 2019 год вот кому интересно а кто же продает 2 января вообще автомобили в 9 57 утра обратите внимание вот эта экспертная площадка на столичном шоссе 104 это авторынок в киеве центральный авторынок все автомобили которые сюда заехали ну за исключением таких как я вот моя машина audi плюс я уверен тут еще найдется таких может машины 3-4 которые просто залетные но остальные это все реально купли продажи то есть эти все автомобили покупаются и продаются 2 января это тем людям которые задают всегда вопросы у меня пишут бывают комментариях как а какая у нас ситуация сейчас на рынке что продается что покупается до ситуации офигенная видите 2 января когда нормальные люди должны отходить от вчерашних дней и продолжать дальше гулять они продают и покупают машины вот какая каково я вообще сюда залетел до подобрал я нашел автомобиль это мой клиент клиентка если будучи честным откровенным первый раз когда машинка немножко грязная вот она стоит сзади это toyota chr вот свежий автомобиль потому и захотел снять несмотря то что машинка грязная не успеваю помыть человек спешит чтобы не задерживать потому что праздники вот я собственно говоря еще снял номер это первый раз такое попросил клиент чтобы номер не светился ну мы толерантные к своим клиентам это я подчеркну потому что в комментариях все равно напишут какое там толерантный человек самовлюбленный ублюдок вот поставьте лайк если вы так думаете здесь же действительно человек попросил мы сняли номер поэтому ну действительно автомобиль нашли мы это не какая-то постанова ничего сейчас переоформляем ребят семнадцатый год автомобиль семнадцатого года машина полноприводная по машине ничего не красилась ни единый элемент по автомобилю все стекла родные лобовой в том числе машина не готовилась к продаже химчистку действительно мне никто никогда не делал то есть автомобиль вот в таком виде в котором он есть машина с доустановленной металлической защитой машина с я уже наверно говорю повторюсь полным приводом с резиной зима лето на котором лети на котором выехала с автослона в состоянии офигенном с очень маленьким пробегом я точно вам когда сяду внутри покажу вы по обратите внимание посмотрите вот ребят машина действительно очень комф кайфовая цена 25 800 25 800 такая комплектация с полным приводом с этими доп фишками ну типа защита которая стоит на toyota авто сити сто долларов до установить это оригинальная защита металлическая не пластиковая обойдется вам в 31 с копейками есть ли смысл пойти в салон купить такой же автомобиль либо второй момент на за 31 купить такую же машину дешевле которая по сути прошла обкатку решайте вы сами я сейчас выйду покажу как она выглядит пройдусь толщиной мерам покажу ее вблизи покажу салон интересный на самом деле автомобиль немножко расскажу про него не приключайтесь смотрим дальше она стоит за позади меня покажу как выглядит ключик вот такой вот выкидной ключ нити нажимаете на кнопочку она открылась ребята обратите внимание как она выглядит номера я уже снял немножко подготовился видите какая сразу прошу свои извинения приношу свои извинения прошу прощения у вас ребят машина не помытая у нас всегда в видео автомобиль вымыт бывает такое что нехватка времени но не показать его мне не мог потому что свежий автомобиль и впереди будет уйма желающих которые захотят приобрести ее себе вот она сама закрылась если не открываешь дверь поэтому вот так вот она выглядит но в любом случае она чище чем audi моя вот ручки кивите все стекла маркируются toyota эти стекла сайском автомобиль вот месяца точками идут вот год семнадцатый год все стекла промаркированы ребят обращайте внимание и обратите да я вот сейчас пройдусь подробно вам покажу для тех людей которые ищут себе машину сами ребят лобовое стекло в том числе toyota и джесси автомобиль вот семнадцатый год месяца перед ними идут точками обращайте внимание и обязательный момент у на всех официальных автомобилях видите наклейка на родных стеклах toyota выкоро ты выкоро стоит из автомобила автомобилем toyota трубуете про него такая вот наклеечка на всех лобовых стеклах понятное дело можно сделать химчистку там люди поубирают эти наклейки на мойках но тем не менее обращайте внимание чтобы они были то есть все стекла до единого промаркированная toyota семнадцатый год год может быть отличаться стекла бывают доставляют в том числе заднее стекло сейчас вам покажу то же самое эти toyota и джесси так как и лобовое стекло семнадцатый год по задним фонарям вот обращайте внимание фарба уже уже делают фарба на сейчарах с этой стороны та же ситуация фарба никакие депо ничего как часто бывают когда битые машины продают такой вот сразу резина которую я все-таки вами не показал что отвлекся она заклеена и тут какое-то одно мы с ней разбирали сейчас приваса расклеим вообще не являются проблемы единственное что одной рукой неудобно вот состояние резины то оригинальная родная ну не оригинально это неправильно выразился в комментариях начнут поправлять это резина родная с которой автомобиль продавался в автосалоне кому интересно порву уже да простит меня клиентка вот но это нужно все показать вот радиус 216 60 высота семнадцатый радиус семнадцатый профиль к лица continental видите conti премиум контакт это вот резина на которой вот такой автомобиль этот автомобиль выезжает с автосалона потом поправлю ладно наверно сразу все поправлю ну что не на никогда ребят не откладываете на потом делайте все сразу потом забывается и потом никто ничего не делает вот чтобы не подниму запачкать когда закрываешь дверь так вот так вот идеал так присаживаемся теперь за руль смотрите ребят пробег пробег автомобиля родной 18 тысяч пятьсот семьдесят километров вот до зимних ковриков нету такое вот состояние сидения водительского она новая состояние руля ну ребят та же ситуация состояние руля то новый руль за такой пробег абсолютно с машиной ничего не произошло водительская карта заводить я не заведу вам потому что здесь до установлена еще скажу важный момент до установлена охранная система очень дорогая вот и не так то просто ее завести а я и у продавца не спрашивал как ее заводить я просто попросил завести тогда прокатился тест-драйв сделал и знать не хочу и богу по поводу toyota угоняемые тачки это правда очень угоняем и поэтому если вы покупаете toyota раскошелитесь не пожалеете какую-то энную сумму денег там в размере 1000 долларов поставьте хорошую сигнализацию с меткой там gps tracker не знающим но сделайте это для вас и же безопасности будет проверну ключ эти вот так вот она заводится ладно не хочу даже она крутит стартер крутит но ничего не происходит вот сенсорный экран кстати экран неплохо кстати вот эта вот штука охранный комплекс пока ты не сделаешь определенные телодвижения он пишет что все неисправно и неисправность требуется замена массу обратитесь к дилеру все неисправности он выбивает на того высокая температура охлаждающей жидкости неисправной системы а в.д. неисправной системы короче все неисправность видите вот так вот электроручник вот автомат ну автомат не гидротрансформатор это вариатор коробка ребят спросите меня что вообще думаю про сейчар да однозначно интерьер экстерьер красивая машина что я думаю по поводу надежности вообще ничего не могу сказать как бы тойота до надежные автомобили но с каждым годом это надежность куда-то девается это есть такое это правда но я не могу сказать что это плохая машина почему потому что у меня нет опыта я на этой машине ездил до этого я в тест-драйве ездил все больше я на сейчарах никогда в жизни не ездил то есть я врать вам не хочу трубовые моторы до коробки вариаторы cvt до ходят неплохо но что в плане ремонтопригодности не знаю что рассказывают другие люди есть определенные ребята которые делятся как бы отзывами касательно этих автомобилей достаточно сырая машина я не буду говорить кто это говорит но я лично этого несут вниз я лично не сталкивался опыта у меня касательно этих машин нет вообще я не стесняюсь вам это сказать потому что ближайших я думаю два-три года мне придется плотно поработать с такими автомобилями я тогда вам что-то смогу уже с уверенностью рассказать на сегодняшний день достаточно сыроватая тачка очень много вопросов с ебу то есть по замене проблемы очень много проблем с электроникой сырая то есть ждем либо рестайлинг либо когда вот эти вот моменты как-то исправят следующем поколении я не знаю но на сегодняшний день она как-то так пока да пока все это меняется по гарантии как будет дальше ну скорее всего вот придется гарантия три года на эту машину еще два года гарантии вот до конца девятнадцатого года то есть она еще на гарантии как потом ну придется ремонтировать вам за свои деньги естественно гарантия закончится и все по ощущениям честно жук nissan который ну аля понятно по ценовом бюджете это не абсолютно не абсолютно не конкурент но в плане в мире как бы визуального восприятия автомобиля очень похожи да можно сказать конкурентов он стоит жук видите темненький вот стоит а 5 рестайлинговая белая закрывают багажники за ней джук nissan но как по мне вот эта машина действительно по сравнению с джуком машина она едет реально едет как бы это не звучало но по сравнению с джуком едет смотря каким вы напишите да ездишь там низма прочее ну ребят я беру гражданский джук обыкновенный не какой-то там заряженные версии вот внешне внутри то же самое она лучше в плане цены естественно да она дороже почти в два раза вот но мое мнение у меня его нет я не могу вам ничего сказать вот честно вот я такой человек что врать я не хочу что вы думаете напишите мне она зашла вот честно зашла в ней удобно сидеть в ней комфортно ехать в ней прикольный полный привод вводит тут на экране можно вывести распределение по осям типа вот как она на колеса как работают как работает этот повод в картинке аля прикольно типа спорт вот это все есть черный потолок очень круто выглядит блин салон тоже классно выглядит эргономичное удобное сиденье все удобно все прикольно и снаружи она классная вот кто бы что не писал не говорил мне она нравится визуально внутри до кому какая категория там клиентов людей чая эта машина женская эта машина у меня это дженни евгения клиентка моя мужику хотя да если взять жука то сто пудов женский это можно больше сказать унисекс но все равно больше на женскую аудиторию рассчитан я допустим не представляю чтобы я ездил на такой машине и и вы бы меня наверное ну чуть по другому воспринимали ну типа знаете серии ну там здравствуйте непонятно то есть не мне для мужика тачка но мужики поверьте это не для вас машина это для девушки машина и лучше такую машину вот с бантиком дарить вот прям с автосалона чтобы она выезжала прикольно в целом я не знаю все что будет по ней происходить меня же не будет держать в курсе клиентками она будет на ней ездить нормально ездить она не будет больше стоять чем ездить эта машина будет больше ездить чем стоять поэтому все что будет происходить все бы описать обязательно я она будет не передавать я буду писать в комментарии вам собственно буду набираться тоже опыта благодаря опыту своих же клиентов что с ней будет происходить интересно еще раз подведем итог пройдемся толщиной мерам и закончим откроющий каток покажу что мне кто ничего не мыл Потому что будете говорить, ай, там вымыт мотор Очень сложные машины Есть сложные машины Есть очень сложные в подворье Почему? Потому что свежая машина Что продается? Продается в основном битая Продается плохое, плохое восстановленное И, ну, чтобы Людей обмануть и втюхать Что называется, вот такую вот Хорошая, вот наподобие такой Которая действительно Просто машина не зашла девушке Девушка Херсейка первая Она ей не понравилась, потому что, ну, всякое бывает Принесли вы, подарили на Новый год Не учитывая вкус своей супруги Она там вот Подпраздновала праздник и покаталась полгода Сказала не понравилось Машина целая, машина технически исправная По машине ноль замечаний Абсолютно ноль, вся история автосити Кольцевая дорога, там же и покупалась Там вся абсолютная история по машине Честнейшая, целейшая С родным пробегом Маленьким пробегом По цене, которая, ну, реально Посмотрите в начале видео Это разница очень большая Поэтому есть смысл Но сложно такую найти Иногда проще пойти в салон Переплатить и купить Зато будет новая Но это тоже новая Это тоже новая машина Без каких-то либо подводных камней и косяков Поэтому рекомендую Я, пройдущаясь с толщиномером Покажу толщину лакокрасочного На таких автомобилях Для тех людей, кто там спустя 5-10 лет Будут себе покупать, искать Это видео для вас будет полезное Почему? Потому что на тот момент Уже эта толщина лакокрасочного Может поменяться Я не знаю, сколько раз В какую сторону Здесь же оно родное И вы увидите, какая толщина родного ЛКП Вот И на этом будем закругляться Поехали, ребят Открою вам капот Ой, одной рукой неудобно будет Почему? Потому что тут металлическая подставка Это вам не ваг И тяжело Вот эта подставочка лежит Двигатель никто не мыл Вообще На видео может показаться он вымыт Но поверьте мне, он не вымыт Тут везде есть мусор Грязь, песок, пыль Просто пробег маленький И это абсолютно нормально Для такого пробега Удивительно было бы, если бы он был черный Ну, как на всех автомобилях Обращайте внимание на болты На все болты На крыльях, на капоте На капот Он должен быть оригинальный Вот Toyota Видите? Все это на своих местах Никто здесь ничего не трогал Машина целая Абсолютно вся Смотрите, крыша 100 Ребят, 100 микрон 100 микрон Еще раз по центру Это все родное 110 Разброс такой абсолютно допускается 110, 120 микрон 110 Видите? Ничего 120 Ничего сверхудивительного Сверхъестественного Вы можете пересмотреть все наши ролики С другими автомобилями Там будет все то же самое Поэтому Ой, сори На грязь попал 130 130 Там просто был песок Вот здесь я даже не хочу прислонять Потому что нужно протереть Перед тем, как прислонять толщиномер 100 Ну, я думаю, вы уже понимаете 100 120 120 микрон Она вся такая Зима тоже хорошая Гудьер Достойное состояние Свежая резина 17-го года Она грязная, ребят 120 120 То есть весь автомобиль У вас будет 110, 120 Места, место 30 Бывает микрон Это все нормально Это все в допуске По машине ничего не красилось Ничего не снималось Ничего не разбиралось Давайте стойку переднюю пройдемся Я бегло показываю вам Почему? Потому что уже ее внимательно Несколько раз мы осматривали И на станцию загоняли Мы уже все пересмотрели Это вам И для клиента И давайте проем Выборочно уже открыл Водительский Проем обычно в два раза Меньше Вот 70 микрон Видно, да? 70 микрон Вот эти центральные проемы Видите больше Это нормально С той стороны Та же ситуация Потому что Я вам и хотел показать Это ребро Что вот На СЕЧАрах Здесь дают больше Для того Чтобы вы понимали Тоже Скажете, что да Вряд ли Вот я потому и открою Эту дверь Вам покажу Видите 60-70 Теперь смотрим Вот эту вот Сторону Стойку Та же ситуация Видите 100 микрон То есть На СЕЧАрах Эти вот Центральные стойки Дают Больше Краски Свой Ежели Обычный проем Скажу вам честно Свежая тачка Любая крутая Но это не твоя Своя машина Самая крутая Вот Показал Увидели По сути Вряд ли это видео Для вас будет полезным Кроме лакокрасочного Но тем не менее Для меня оно полезно Важно показать То, что да Мы такие автомобили Подбирали Подбираем СЕЧАры у нас были Для тех людей Которые Хотели услышать Мое мнение Вы услышали Что Это не купленное мнение Это не Выдуманное мнение Это не мнение Диванных экспертов Которые я где-то Прочитал И высказываю Это лично мое мнение Пока у меня его Не сложилось К сожалению Из-за нехватки Опыта Эксплуатации Таких автомобилей Но только Этот опыт появится А он обязательно У меня появится Можете не сомневаться Потому что Я такой человек Я люблю обучаться Мне интересно Чего-то новое Познавать Узнавать Я обязательно с вами Поделюсь Следующий СЕЧАР Который мы будем Подбирать своему клиенту Либо клиентке Лучшей клиентке Обязательно поделюсь Уже более Интересным Более обширным Более детальным Своим опытом Владения Познавания Такого автомобиля Кому СЕЧАР Кому СЕЧАР Смотрите Кому СЕЧАР Стоит открытая Люди И ходят Заглядывают Вот типа СЕЧАР открытый Никому не нужен Кому СЕЧАР Не Никому не нужен Ребят Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И еще раз Всех с праздниками Я хочу закрыть Эту СЕЧАР Сейчас я тоже Немножко отдохну Вот Пишите комментарии Что хотите узнать У нас эти машины Будут в подборе Расскажем все Что хотите конкретно знать Пишите Все расскажем В следующем видео Вот Всем хорошего настроения И всем пока До свидания Пока